Прыжки отменяются. Батутный центр в небо парк и спортивно-осторовительный комплекс автозаводец больше не принимают посетителей. Соответствующий иск прокуратуры удовлетворил городской суд. Напомню, в ходе проверок в учреждении были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности. Эльмир Гайнудинова продолжит. В конце апреля спортивно-осторовительный комплекс автозаводец временно приостановил свою деятельность. Это связано с тем, что во время прокурорской проверки были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, среди которых эвакуационные пути были заблокированы, система оповещения работала слишком тихо и ряд других. Об этом знали не все. Ренат Фатахов решил провести время с сынами-племянником в батутном центре, который находится в автозаводце. Но их встретило объявление на двери. До 11 мая в учреждении устраняют выявленные недочеты. Хотели сегодня прыгать, не знали, что не работает. Но звонили, телефон не работал, поэтому приехали наугад. Сейчас пойдем в парк кататься на велосипедах. Распахнет ли автозаводец свои двери 11 мая, пока неизвестно. Если они устраняют нарушения требований пожарной безопасности, они сообщают прокуратуру города. После чего мы будем уже совместно с отделом натурной деятельности повторно выезжать и проверять устранение нарушений. В спортивно-оздоровительном комплексе «Автозаводец» выявлено больше 20 нарушений требований противопожарной безопасности. На их устранение направили около 300 тысяч рублей. Уже установлена современная система оповещения, освобождены пути эвакуации, внутренний противопожарный водопровод подчинен. У нас осталось только дверь установить противопожарной двери, потому что там идет тоже срок изготовления, они идут, индивидуальные заказы. С седьмого они устанавливаются и все, полный перечень всех нарушений устранен. И линолеум устанавливаем, линолеум завтра привезет. 8-го числа будет комиссия заново и мы надеемся, что уже мы сразу же откроем свои двери и путем первых посетителей. Ну, а что хочется сказать, что мы не переезжаем, мы не совсем закрылись надолго. 10-го мая состоится повторное слушание, на котором станет известна дальнейшая судьба автозаводца. Помимо спортивно-оздоровительного комплекса, в набережных Челнах под угрозой временного закрытия находятся еще два объекта с массовым пребыванием людей. Уже на следующей неделе стартует вторая волна проверок. Эльмира Гаинудинова, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков, Челны-24.